Если это, скажем так, не новый формат для нас, потому что мы знакомы с сессией на Vage, вы понимаете, что это встреча для людей, которые еще не знакомы с категорией Wellness. Понятно? На эту встречу мы рекомендуем приглашать вообще всех, абсолютно всех. Начните с того, чтобы проработать эти нюансы со своей командой, и уже дальше ставьте на поток эти встречи для того, чтобы знакомить с категорией Wellness как можно больше людей. Поэтому встреча проходится в небольшом круге, ну 4-5 человек. Определяйте количество участников с расчетом того, скольким вы сможете уделить должное внимание. Потому что можно назвать 60 человек, но будете ли вы уверены в том, что вы каждому уделите внимание и с каждым проработаете его какие-то вопросы и задачи. Согласны? Поэтому лучше, конечно, проводить за круглым столом, приглашать в непринужденной обстановке, в такой расслабленной немножко атмосфере, чтобы это не выглядело как лекция о здоровом образе жизни, которая имеет такой иногда отталкивающий эффект. Поэтому располагайте людей к себе так, чтобы и вам было удобно и комфортно, и людям было при этом достаточно покорно вас слушать. Все начинается с Wellness истории. Мы знакомимся, мы представляемся. Меня зовут Наташа Крепашко. Я работаю с категорией Wellness Делли Флэй уже 3 года. И за эти 3 года в моей жизни произошли довольно серьезные изменения. Потому что, во-первых, у меня по полочкам разложилось понятие здорового образа жизни. Потому что сегодня тренд здорового образа жизни идет очень активно. И во всех регионах это очень чувствуется. Согласна, что действительно и в магазинах, и в журналах, и со всех сторон нам говорят о правильном питании, о похудении, обо всем прочем. Информации так много, что мне очень легко запутаться на самом деле. И благодаря Wellness у меня все разложилось по полочкам. Мне стало понятно и просто зачем, почему, и как вести здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, внедрить правильные привычки мне стало проще. Правильные перекусы, правильное отношение к питанию. И благодаря этому я действительно лишилась, слава богу, 10 килограмм. Стала бегать. И на свой тишин день я уже заключаю 3 медали полу-марафона, чем я очень горжусь. Это моя краткая история. Еще у меня есть дочка, которой послезавтра исполнится 6 лет. И за последний год мы болели только один раз медлянкой. Все. Ну, то есть, простудных заболеваний обнаружено не было. И моя дочка не хочет ходить в детский сад в периоды эпидемии, потому что, мам, мне скучно, я хожу одна. Там никого нет, мне не с кем играть. Поэтому наша воспитательница, менеджер 9% на перифлеере, и наша воспитательница активно продвигает категорию волна среди своих детей, своей группы. Потому что она говорит, я прям вижу разницу между вашей Ариной и всеми остальными детьми. Да, это моя краткая история. Я хочу сегодня с вами поговорить в целом о здоровом образе жизни и зачем нам его вести. Скажите мне, пожалуйста, хотите ли вы быть здоровыми? Долго. Зачем? Долго жить. Долго жить. Или хорошо идем с ним. Да, потому что есть такое ощущение, что после 60 лет очень часто отключаются какие-то проблемы, и, к сожалению, люди время на заслуженном отдыхе... Чуть раньше. Нет. Это, конечно, возрастная категория здесь не. И я к тому, что после 60 лет очень часто люди проводят время в очередях в поликлинику или в регистратуре, и занимаясь не тем, чем могли бы заниматься. Итак, ответьте для себя на вопрос, зачем вы хотите быть здоровыми? Хорошо чувствовать, настроение всегда. Выглядишь. Ну и еще полоценно. Да, да, да. Потому что очень часто сейчас тоже очень много мы говорим об успехе. И быть успешным и нездоровым так себе затеяй. Согласны? И на сегодняшний день даже успешность ассоциируется с тем, что ты бодр, энергичен, не тратишь время и деньги на лекарства, не тратишь время на то, чтобы заниматься собой, приводить себя в порядок. Поэтому для нас понятие здоровья, оно всеобъемлющее. Но из чего оно состоит? Давайте разбираться. Все говорят о том, что быть здоровым для того, чтобы жить долго. Давайте разбираться с вопросами долголетиями. Долго и качественно. Это ключевое. Итак, ученые уже давно исследуют вопрос о долголетии. И я думаю, что для вас не секрет, что есть регионы, в которых долгожителей гораздо больше, чем в остальных. Какие вы знаете регионы долгожителей? Кавказ. Кстати, я не так давно была в Грузии и в Армении. Количество долгожителей, например, сокращается. Слово, Швеция. Швеция это про здоровый долгожительный, но не совсем про долголетие. У нас есть, да. На Кавказе есть. Мы говорим про долголетие, где процент населения, проживших свыше ста лет, выше, чем в других регионах. Не просто жить долго. В общем, на планете Земли есть несколько регионов, в которых больше всего процент людей, переводивших за столетний... Япония. Япония. Кавказ. Один из регионов Калифорнии и Средиземноморья. Италия, в частности. И когда ученые стали исследовать вопросы, почему именно в этих регионах? Что же определяет этих людей? Чем они отличаются? Какой образ жизни они ведут? Чем они питаются? Здесь действительно стал вопрос о том, что на очень большой процент меняет образ жизни. Мы чуть позже к этому вернемся. Итак, я думаю, что каждый из нас хотел бы прожить как минимум до ста лет. Вчера я услышала цифру 120. Отлично. 120 лет при этом оставаться энергичными, бодрыми, здоровыми. Здоровыми. И, да, здравыми. Это тоже очень важно. Так вот, что же нам с вами нужно делать для того, чтобы оказаться вот в этой конечной точке? Я однажды услышала на тренинге по здоровому образу жизни от Алены Буртейной, когда мне впервые задали вопрос, зачем ты хочешь быть здоровой и жить долго, я, честно, не знала ответа на этот вопрос. Ну, как-то, знаете, у нас традиционно, ну, счастье, здоровье, как говорят, все всегда желают, никто не знает зачем. Ну, просто вот так надо, да? Когда я впервые задумывалась об этом, я поняла, что я, наверное, все-таки хочу умереть лет в 100 где-то на беговой дорожке. Ну, вот теперь это моя цель. Вот теперь я понимаю, что каждое из моих действий, мои выборы, мои решения, они должны меня приводить вот к этой точке. Именно поэтому я впервые всерьез задумалась о том, что же мне нужно делать для того, чтобы в этой точке оказаться. У нас на самом деле вот здоровый образ жизни был, у нас очень хорошо ложатся на линии нашего бизнеса, у вас у всех есть какие-то цели в бизнесе. И поэтому каждое из ваших действий должно предполагать какие-то ступени на достижение этой цели. Согласны? Так вот, когда ученые стали исследовать долголетних жителей вот этих регионов, они стали понимать, что на самом деле вопросы генетики здесь не столь серьезны. У нас очень часто говорят о том, что, ну вот, особенно про кость широкую, про то, что не могу похудеть, потому что генетика такая, да? Очень частое возражение. Ну, вот. Это одно из моих любимых. У нас есть топ-лидер Reflame в Беларуси, которая ворвалась в прошлом году на 15-е место, а в этом году она уже на 5-м месте. Нет. Хотите, Мухаммед, 100 лет уже в топ-15. Нет, это Татьяна Курбова была. Она, по-моему, делала на 70 килограмм. Да. И вот она говорит, я вот когда была в точке 120 килограмм, я была уверена, что у меня кость широкая. Говорит, сейчас я понимаю, что нет, не в кости дело. И вопрос генетики в этом, ну, на самом деле, имеет очень-очень простебивное значение. Всего лишь на четверть наша генетика отвечает этим вопросам. Здесь, опять же, я всегда говорю, и это касается и вопроса ухода за кожей лица. Когда говорят, вот моя мама ничем не ухаживала, бабушка ничем не ухаживала, и они выглядят хорошо, и вот я тоже буду выглядеть хорошо. Генетика – это лотерея. Те, кто дружил с биологией в школе, знают, что, да, генетические задачки в одиннадцатом классе мы решали не просто так. Поэтому, какого цвета будут глаза у вашего ребенка, это лотерея. Вы не можете сказать на сто процентов. Ну, то есть, сказать, что у меня, вот моя история, у меня есть прабабушка, ну, к сожалению, уже нет жилых, она умерла на сто втором году жизни, вторая прабабушка умерла в сто лет, и моя родная бабушка умерла в девяносто восемь лет. Я бы, в принципе, могла бы рассчитывать на то, что, как бы, у меня есть залог того, что я проживу очень долго, но нет. У меня, к сожалению, есть дедушки, которые поумирали в шестьдесят лет, поэтому генетика имеет очень второстепенное значение. На семьдесят пять процентов мы с вами зависим от нашего образа жизни. Поэтому ученые, которые исследовали причины, по которым в каких-то определенных регионах долгожителей больше, чем в других регионах, пришли к выводу, что семьдесят пять процентов – это вот эти составляющие. Что делают долголетние? Они непрерывно общаются в кругу людей, которые им приятны. Да? Вот сейчас давайте представим, да, сообщество людей, вот, ближе всего мне, наверное, Средиземноморье в этом смысле. Это бесконечное расслабляющее общение. И старики, и молодежь, и дети, и все на свете, они большими семьями собираются за обедом или за ужином. И этот ужин не на ходу, не за телефоном, не за смартфоном, а это медленная расслабляющая атмосфера. Это болтовня бесконечная, это позитивные эмоции, это общение в кругу единомышленников. Согласны? И теперь перекладывая на современный образ человека. Как часто мы проводим время со своей семьей, со своими близкими? У нас все на ходу, у нас все на бегу, мы бесконечно с телефоном, мы со своей семьей ужинаем, завтракаем, обедаем, не с ними, а с телефоном. Мы очень быстро едим. Согласны? Да. Вот-вот, раз-раз-раз и побежали. Когда последний раз вы обедали большой семьей, с родителями, с детьми, с внуками, за большим столом, неспешно, несколько часов подряд? Ну, конечно. А у нас праздники, это майонезные салаты с обильным столом, и все равно это не служение. Но это у вас, да. Если мы говорим о людях, которые еще не соприкасались с Алиплей, то чаще всего это будет такое. И сейчас мы, мы сегодня, даже в следующем преминике «Волкос экспресс» будем очень много говорить о сообществе. О том, почему худеть лучше в компании. О том, почему вести здоровый образ жизни лучше в компании единомышленников. Потому что действительно позитивное общение – это один из принципов здорового образа жизни. Физическая активность. Долы жителей очень долго остаются физически активными. Меня очень впечатлило, недавно, чисто случайно, в новостях, которые я не смотрела уже много лет, впечатлила история одной бабушки-почтальона, которой около 90 лет. Она каждый день проходит 12 километров по горам. Как? В России. Я не помню, в каком регионе, в каком-то из горных регионов. Так вот, долгожители, они ежедневно много ходят. Это тоже залог движения, залог здорового образа жизни. Нужно двигаться ежедневно. Это, 10 тысяч шагов. Это, да. Это, знаете, нам уже немножко набившее оскомину выражение. Кто проходит 10 тысяч шагов в день? Кто отслеживает? Да, 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 да. Маленькие, маленькие, маленькие. Ну, знаете, у меня тоже, как бы, сидячий образ жизни 8 часов за компьютером. Я, если не читаю тренинги, за тренинги, кстати, я когда только стала читать, вот 3 года назад, когда я пришла в компанию Reframe, за тренинг у меня выходило 12 тысяч шагов. Ну, то есть это было бесконечно. Туда-сюда. Вчера на мероприятие 11 тысяч шагов пошло. Отлично. А потом я поняла, что, в принципе, имея дочку, я выхаживаю свои шаги, потому что это дай хвостик завязать, давай поедим, давай штаны наденем. Это тоже довольно активный образ жизни. Но потом с возрастом, и чем больше, более сидячего образа жизни мы ведем, тем меньше шагов мы ходим. Поэтому я настоятельно рекомендую не писать смс-ки супругу в кухню, принеси мне чай, а пройтись самой. Да? Ну, сейчас мы немножко будем разделять волнос-сессию и примеры жизни, для того, чтобы, ну, мне кажется, так лучше усвоиться информация для вас. Физическая активность. Какой уровень физической активности рекомендует Всемирная организация здравоохранения? Знаете ли вы? Сколько нужно заниматься? Часто, ну, три часа. Три часа, три часа, три часа, три часа, три часа. Два раза в неделю. Вот это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Два раза в неделю, по 30 минут нужно проводить время активно так, чтобы у вас слегка повышался пульс. Да? Легкое кардио это называется. Это может быть генеральная уборка в доме. Мне кажется, это тяжелое кардио. Все, как наши русские женщины убирают, это хорошее физическое нагрузку. Прогулка на свежем воздухе с детьми. Побегать, попрыгать, покачать на качелях, поиграть в прятки. Это вот такого уровня физическая активность. Потанцевать. Ну, то есть сделать так, чтобы ваш организм немножечко разогрелся. Понятно? Это два раза в неделю. И еще два раза в неделю, по полчаса. Кардио, которое заставит вас пропотеть. Или любая физическая нагрузка, которая заставит вас пропотеть. Понятно? То есть здесь уже может быть пробежка, фитнес. Ну, вот любой вид физической активности, который заставит ваш организм выбросить определенное количество энергии. Понятно? Это нормы Всемирной организации здравоохранения. Но эти нормы также включают в себя все те же 10 тысяч шагов в день. Ну, вот смотрите, можно сейчас возражения от моих клиентов? Давайте. Вот те же самые 30 минут, это вот сейчас пойдут на дачу. Да, 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 да. Да, у вас. Но это не дача, потому что они пойдут в среде такого перегрева. Это может привести к инсульту. Как вот это вот сочетается? Нет, смотрите, физическая активность это одно. И дача, это очень хорошая физическая активность. Что еще? Весь огород за один раз, пускай не копают. Во всем должна быть мера. Если мы говорим про инсульты, то это может случиться и лежа дома на диване. Понимаете? Здесь вот нельзя прям проводить очень четкую грань. Будешь копаться в огороде, схватишь инсульту. Нет, огород прекрасная физическая нагрузка. Но почему вот люди, имеющие дачу, не всегда имеют втройное тело? Вот, да, потому что это не та активность. Потому что да, физическая нагрузка одно. Очень тяжело поработали. Очень много и сильно поели. И выделили. И шушу. И одни и те же движения. Да, у нас просто одни и те же движения. Ну да, да, да. Это тоже одно и то же. Нет, ну если мы говорим просто про физическую активность, то это лучше, чем лежать на диване. В любом случае. Любое движение – это лучше, чем ничего. Итак, физическая активность. Теперь мы понимаем, что нам, ну это достаточно серьезно. Кто соблюдает эти правила? У кого получается два раза в неделю генеральная уборка с детьми и блюдо два раза в физической разуме. Уборка, фитнес, 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 фитнес два раза в неделю, да? Уборка вам уже будет. Прекрасно. И плюс 10 тысяч областей. Отлично. Молодцы. Дальше. Отдых. Отдых. Золотое правило. 8 на 8 на 8. 8 часов. Работаем. 8 часов. Отдыхаем. Причем отдыхаем активно. Вот в эти 8 часов отдыхом будет считаться, в том числе и физическая нагрузка. Отдыхом мы имеем в виду смену деятельности. С собственной на физическую. С физической на умственную. Любой вид смены деятельности будет считаться отдыхом. Важно, чтобы вы не работали 16 часов подряд и 8 часов спали. Это не будет считаться отдыхом. Сон это отдельные 8 часов. Усвоите, пожалуйста. Потому что мне говорят, да, я достаточно хорошо отдыхаю. Я сплю 8 часов в день. И все равно себя чувствую разбитым. Потому что не было отдыха полноценного, не связанного сном. Понятно? Нет? Нет. Да, да, да. У вас должна быть смена деятельности. Это случится по плюсу. Мы с вами с вами с вами с вами с вами с вами. Естественно. Естественно. Именно. И самое важное в вопросе здорового образа жизни это питание. Потому что действительно, когда мы раз и навсегда начнем ассоциировать себя с едой, вот напрямую, я прям настоятельно рекомендую, если у вас есть какие-то вопросы по весу или какие-то, ну вот там, ну не могу отказаться от сладкого. Бывает такое? Да. Дальше тоже будем разбирать эти все истории. Начните напрямую себя ассоциировать с едой. Я то, что я ем. И кто я? Вот эта вот жирненькая котлетка с пюрешечкой и соленым. Давайте напрямую. Вкусно. Или я все-таки стройная куриная филе? Сушу. Нет, просто опять же, знаете, когда вы начинаете действительно понимать, что ваш организм состоит из того, что вы помещаете в него, вот тогда у вас перестают руки тянутся к пирожным с палевым маслом, конфетам, да, к чипсам, которых иногда у вас прям очень хочется, или бургер такой жирный, чтобы вас прям по локтям тянутся, но, ух, муж, конечно. Когда вы начинаете понимать, что из того, что вы едите, будет строиться ваш организм, у вас отвалится очень много вопросов. Поэтому вопросы питания и правильного образа питания это самое важное в здоровом образе жизни. И на сегодняшний день очень сложно разобраться во всех аспектах правильного питания, потому что действительно информации огромное количество, невероятное, и зачастую противоречащие друг другу. Поэтому здесь Велоса Тейфлейн предлагает вам простой, понятный и легкий способ разобраться со всем, что касается здорового образа жизни. Итак, давайте будем задаваться вопросом, почему это нужно. Почему это нужно мне? Почему это нужно вам? Каков ваш образ жизни и зачем вам нужно, вначале мы проговорили о том, у каждого из вас есть своя задача и своя цель относительно здорового образа жизни. Почему нужно принимать добавки к пище? Вот это один из самых сложных вопросов. Согласны? Почему вашему клиенту как продвигать категорию Велнос, когда у многих людей нет понимания того, что без пищевых домов на сегодняшний день будет очень сложно вести правильное образ питания. И почему среди всего многообразия существующего на рынке вы должны выбрать Велнос от Эрик Лэй. Маленькая ремарка. Какие у вас конкуренты есть в регионе? Айфер, действительно. Айфер. Айфер. Вас прям очень активно. Айфер, да. В Грузии меня спросили, а что это? Эрик. Кто еще? Эрик. 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 Какой-то логик. разница региона могу вкратце грузии и вообще категорически против биологических добавок пищи у них там нет конкуренции вообще ни гербалайф ни айхер вообще никого не н.э. у них есть очень серьезное предупреждение насчет пищевых добавок и вот здесь вот разница поэтому мы с вами будем тогда в большей степени работать над фактами гордостями и уровнем качества наших пищевых добавок если здесь у нас все хорошо тогда будем работать в этом направлении отлично но опять же если мы говорим о сессии задавайте эти вопросы вашим клиентам которые пришли к вам почему вам нужно вести здоровый образ жизни на этот вопрос думаю что у всех найдется ответ почему нужны пищевые добавки здесь тоже можно и почему на сегодняшний день лучший выбор для вас будет давайте разбираться почему я и так маленькая игра которую тоже мы рекомендуем проводить на сессии из всего многообразия вы можете выбрать несколько вариантов которые вам кажется чаще всего вызовут положительный ответ понимаете мы пройдемся потом по каждой хорошо я вам потом расскажу как так как у нас идет процесс обучения я вам расскажу в чем загвоздка в каждом из этих пунктов ну давайте сейчас поиграем на каждый положительный ответ мы поднимаем руку потом ногу понятно кто выпивает две-три чашки чая кофе и чай даже и кофе чай зеленый тоже очень полезный напиток на самом деле держим отлично держите держите у кого случается съедать один-два раза в неделю заведомо вредные продукты картошка фри и жареная котлета любое обработанное термическое мясо термически обработанная духовка это разве да да я потом расскажу в чем вопрос я думаю что здесь вот кстати среди лидеров фори флэйм бесполезно задать вопрос про сладкие без роганые напитки потому что же мне кажется кто-то давно их никто пьет согласны? давайте зададим вопрос что? руководку что? хорошо хорошо уровень стресса кто считает что у него достаточно высокий уровень стресса а ногу, ногу поднимаем? ногу, да выведет человек наступивший на ногу в тролегусе и просто вызовет бурю эмоций а кого-то и потерянный айфон не выведет из себя ну, трава ну, да поэтому уровень стресса у всех разный если вы ощущаете на себе влияние стресса, понимаете, конечность любовь кто считает что он не высыпается? ну, то есть уровня сна недостаточно я тут готова подняться вы будете поднимать, как это не видно? какой ужасный заплак у меня случился в прилетах в Хабаровск мы ноги подняли, просто не видно ноги подняты итого у нас уже было раз, два, три, четыре вопроса у кого все четыре конечности подняты? держи кто живет в большом городе? встаем у кого на пять вопросов, которые я задала, пять положительных ответов встаем 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 все правильно? нет, нет встаем 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 сейчас давайте пробежимся по всем этим пунктам я расскажу, что с каждым из них не так в целом, если мы начнем разбирать каждый из этих пунктов мы поймем, что даже иногда вот здесь особенно уровень физической нагрузки заставляет нас задуматься об образе нашего питания и так выпивающие 2-3 чашки чая или кофе в день даже зеленый чай супер полезный напиток богат антиоксидантами про антиоксиданты мы еще тоже поговорим к сожалению препятствуют усвоению кальция в нашем организме а также железо, витамин D и витамины группы В поэтому чем больше мы выпиваем вроде бы полезных напитков тем хуже у нас усваиваются микроэлементы и витамины кальций кальций, железо, витамин D и витамины группы В если мы давайте разберем вопросы жареного и обработанного мяса вообще любой еды стран жареного что? стран жареного ну ладно, если мы уберем отдельно картошку фри и к примеру и фастфуд если мы говорим о вот здесь вопрос чистого антиоксиданта любое переработанное мясо в том числе и запеченное в духовке да? оно содержит любое и рыба а яйца а молоко от коробки вся еда мы должны каждый раз съедая любой обработанный продукт задумываться о количестве антиоксидантов которому заправляют пищу после термической обработки что? после термической обработки да, особенно это касается жарки и даже в духовке образуется некоторое количество канцерогенов кстати вот я читала очень классную статью на тему самых молодых ученых это так как бы девочка которая на сегодняшний день лет 14 по-моему в Америке провела эксперимент и ее исследования теперь стали одной из научных баз для дальнейших исследований она просто исследовала маринады для запекания мяса в духовке и она пришла к выводу что любое жиросодержащий маринад даже оливковое масло очень сильно увеличивает процент канцерогена в готовом продукте поэтому лучше маринад для мяса это лимонный сок и бальзамический лук все что касается жиров очень сильно увеличивается на уровне да любой жир образует канцероген при запекании и жарке понятно? бальзамический лук фастфуды любые жиры любая термическая обработка жаркой духовка неважно образуют канцерогены в продуктах питания и мы должны мы не говорим о том что нужно вообще перестать есть или перейти на парную еду нет мы должны задумываться о том какое количество антиоксидантов противовес мы будем съедать понятно? мы все живые люди то есть то есть то есть это не отварная брокколи и курокрут нет мы должны кушать все максимально разнообразно но просто каждый раз когда мы что-то съедаем мы должны понимать зачем мы это помещаем в свой организм и что мы организму даем в противовес понятно? любые жидкие сладкие газированные напитки препятствуют усвоению кальция и магния плюс несут в себе огромное количество ненужного нам сахара фрукты и овощи несут нам определенное количество витаминов и микроэлементов и антиоксидантов в том числе здесь с этим пунктом достаточно сложный вопрос мы об этом тоже еще поговорим здесь опять же все зависит от региона насколько вот допустим в Грузии задать вопрос едите ли вы свежие фрукты и овощи конечно иди какие вопросы вообще у вас в поваровске я думаю что достаточно прелевантно задавать вопросы как часто вы едите фрукты и овощи съедаете ли вы 5-6 бортей фруктов и овощей в день этот вопрос будет дальше просто качество да стресс влечет за собой огромное количество опять же высвобождая гормоны стресса кортизола от реноид в нашем организме образуется большое количество свободных радикалов мы должны противостоять им при помощи антиоксидантов гормоны стресса препятствуют усвоению витаминов и минералов поэтому чем выше мы ощущаем на себе стресс тем больше мы должны задумываться о том какое количество витаминов и микроэлементов мы принимаем любые лекарственные препараты которые вы принимаете на постоянной основе если у вас есть какое-то хроническое заболевание они точно так же препятствуют усвоению витаминов и минералов курение опять же если вы понимаете что вам пришла курящая аудитория вы можете задать этот вопрос но здесь я понимаю что бессмысленно его задавать может быть среди вас есть курящий но процент мне кажется среди лидеров неизменно сокращается про курение здесь в принципе тоже можно очень долго говорить но в целом курение сокращает жизнь как минимум на 10-15 лет препятствует усвоению микроэлементов и несет наш организм огромное количество свободных радикалов невысыпания в принципе во первых в первую очередь опять же одно из исследований недавних если человек не высыпается он начинает переедать начинается компенсация да да а пересыпать тоже же плохо у вас такое случалось люди с 55 не могут выспаться потому что а то уровень стресса значит если человек спит спит и не может выспаться надо разбираться со стрессом здоровый человек не будет хотеть спать долго он выспитит я знаю что если я вот 6-8 ну посыпал то есть я как шоу чувствую да если я там еще на час-два ну это случается с вами ну там один раз два год в принципе вот если человек очень много спит это повод сходить к психологу ну по хорошему потому что желание забыться ну правда это плохо ждать конечно плохо нет это пересыпать если это случается это не критично но если у человека человек не может проснуться надо бы сходить к психологу или к эндокринологу где я уже поняла дети должны спать у них уровень сна должен быть больше чем меньше человек тем больше спать он должен а алкоголь опять же связывает молекулы воды для того чтобы переработаться и препятствует усвоению практически всех витаминов и микроэлементов когда алкоголь алкоголь чреват тем что для того чтобы переработать его наш организм связывает его молекулы воды и образуется ацет ледыгит который нужно вывести из организма это я поэтому пока организм борется с последствиями ваших изливаний затормаживается огромное количество других процессов когда мы живем в большом городе мы подвержены негативным факторам окружающей среды какие у вас происходства есть что делать по разу если вы думаете так начнем с того что огромное количество машин любые выхлопные газы вай фай который отмалился сегодня любые электромагнитные излучения это все поставщики свободных радикалов так или иначе да солнечная радиация ультрафиолетовое излучение фотостарение плюс свободные радикалы и вот здесь те кто занимается два раза в неделю физическими нагрузками я не задавала этот вопрос потому что мы уже в принципе на этой картине мы поняли что у нас не хватит конечностей чтобы ответить на все вопросы но если к вам пришла достаточно молодая здоровая аудитория девочек которые ведут активный образ жизни с которыми может быть сложновато работать можете им задать такой вопрос занимаетесь ли вы физическими нагрузками один-два раза в неделю они ответят положительно да в чем здесь почему это тоже относится а белки потому что при занятии физической нагрузкой любой нужно быть внимательным к количеству употребляемых белков и чем выше физические нагрузки тем больше белка должен получать органик и антиоксидант для того чтобы справляться с серьезными физическими нагрузками понятно поэтому здесь вот эти пункты их много как вы видите да вы должны выбирать те пункты которые на ваш взгляд окажутся более близкими той аудитории которая к вам пришла потому что если всем подряд задавать одни и те же вопросы вы не можете оказаться в ситуации когда не добьетесь нужного эффекта по хорошему если пять из пяти встало и это значит что пять правильных ответов на пять вопросов вы получили это значит что это хороший повод задуматься о том какой образ жизни вы ведете с этим понятно? в этой презентации я очень хотела спросить значит у нас тут какая-то таблица представлена можно ли облиться на одну секунду вот сначала она выглядит вот так ну нет когда все подписано теперь подписано получается что если я пью кокау и кофе тогда мне то есть мне надо восполнять тем что подписано внизу да здесь внизу есть очень большой подстрочник что наверное стали внизу есть очень большой подстрочник мы сейчас пробежались по ему если вам будет что-то непонятно вы потом получатся может и сейс еще раз но здесь написано если вы делаете вот так то у вас не усваивается вот это Если вы едите это, вам нужно есть вот это. Понятно? Если вы занимаетесь спортом, вам нужно есть больше рук, а не отец. Понятно? Пожалуйста. Почему нужны пищевые добавки? Раньше, я думала, что еще 20 назад был актуален вопрос дефицитов витаминов. Допустим, дефицит витамина Д и рахита. Маленьких детей. Сталкивались с этим? Мне кажется, в моем еще советском прошлом эта проблема достаточно часто встречалась. Были регионы, лет 20-30 назад, где была актуальна ЦНГ, дефицит витамина С. Особенно касательно Дальнего Севера и моряков дальнего плавания. У нас хотя бы на слуху были эти заболевания. И авитаминоз, любые вот витаминозы, нехватка витаминов группы В. На сегодняшний день, кстати, нехватка витаминов группы В довольно часто диагностирует на сегодняшний день. И раньше медики, в принципе, были сосредоточены на том, чтобы предотвращать определенного рода адвитаминозы, чтобы избежать вот этих заболеваний. И здесь не так давно я наткнулась на довольно длинное видео на тему того, что один из серьезных фитнес-тренеров и блогеров, и популярных просто персон на российской территории, у которого довольно серьезный блог на YouTube, говорит о том, что не надо принимать витаминные микроэлементы на их постоянной основе. Потому что, если раньше это было необходимо из-за того, что существовала проблема дефицита, то на сегодняшний день проблема дефицита витамина пришла во многом из-за питания. Есть такое? Вот, давайте разбираться с этим. Да, действительно, на сегодняшний день, благодаря периодическому употреблению витаминов, периодическому употреблению правильных фруктов, продуктов, мы пришли к тому, что уже дефициты и заболевания у нас искорены. Но на сегодняшний день, опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили сначала, если вы хотите прожить долгую, счастливую, бодрую и активную жизнь, вам об этом стоит задуматься уже сегодня. Потому что, если проблемы дефицита витаминов у нас нет и заболеваний, слава богу, нет, то то, какую базу мы заложим, будучи в более молодом возрасте, будет очень серьезно соотноситься с тем, какую жизнь мы проживем в будущем. И на сегодняшний день ученые задумываются не о вопросах дефицита витаминов, а о вопросах долговетия. Потому что многие хронические заболевания формируются в молодом возрасте. В том возрасте, когда мы можем на это повлиять. Поэтому, если вы хотите прожить долгую, счастливую жизнь, вам стоит задуматься о том образе питания, который вы ведете сегодня. Потому что то, из каких клеток будет строиться ваш организм на сегодняшний день, будет очень серьезно соотноситься к вашему будущему. Еще одна маленькая игра. Скажите мне, пожалуйста, съедаете ли вы 5 порций фруктов и овощей в день? К порции будет относиться 1 фрукт, салат, 5. Съедаете? Если это овощи и фрукты, то есть еда. Съедаете в день, каждый день. Отлично. 6 порций цельнозерновых продуктов. Куда будут относиться каши, хлебцы, хлеб со трубями, с цельнозерновой мышечкой? 6 порций, это спорция. Локтик хлеба, хлебец, каша. 6 порций. 6 порций. 6 порций. 6 порций. 4,5. 6,5. 6,5. Съедаете ли вы белков размером с вашей ладони? Не мясо, а белков. Мысли, да, мы же у нас дизайнеры перебьем. Ну, это понятно. Но вопрос. К вам придет человек, например, который не знает разницы между куриной грудью и белком, например. Мы не знаем. Объясняйте, что порции с размером с ладони, куриного филе, белка будет практически в 2 раза меньше. Они даже не знают, чтобы оплата белок. Вы знаете, вот опять же, приходя к вопросам кальция, с белками, да, есть. Но если к вам придут люди, объясняйте просто разницу, в чем разница между мясом, колбасой и белками. 3 порции кальция и продуктов богатый кальцием. Творол, молочные продукты, сыры, молоко. Съедайте. В каком количестве? В каком количестве? В каком количестве. Сюда относились, подружки со сметаной, сюда относились. Это же кальций. Поэтому тоже давайте разбираться. Съедаете? В порции это сколько? Я знаю. Любой вообще. Муфтик сыра 40 грамм. Стакан молока. Съедайте. Ну, то есть в целом, плюс-минус, вы молодцы. А теперь давайте посмотрим, сколько надо съедать. В день нужно съедать до 9 порций фруктов и овощей. Цельнозерновых продуктов нужно съедать до 10 порций в день. Белка нужно съедать еще размером с ладонь и половинку. А кальция и продукты богатый кальцием до 5 порций. В целом, исходя из этой картинки, мы понимаем, что есть определенные суточные нормы по микроэлементам. По макроэлементам, белкам, жира, углеводам. Микроэлементам, кальций, цинк, железо и по витаминам. Есть суточные нормы, прописанные в Всемирной организации здравоохранения. И вам любой диетолог составит программу, в которой вы будете получать все макро и микроэлементы. Только это будет и по объему очень много, и по калориям это будет свыше 4000 калорий. Поэтому на сегодняшний день из нашего режима питания, даже если мы молодцы, мы физически не можем съесть то количество, которое нужно нашему организму. И нам столько калорий не нужно будет. Потому что, опять же, мясо в тех пропорциях, которые нужны нашему организму, это будет очень много по калорийности. Понятно? А теперь давайте задумаемся о качестве этого питания. Насколько продукты, которые вы употребляете, в пище свежее? Опять же, то мясо, которое вы едите, вы его получаете в свежем виде, в свежезамороженном или перевороженном? Да? Замороженном. Да, и в шипе. Или в три раза замороженном, размороженном? Мы не узнаем. Мы не узнаем, к сожалению. Как они приготовлены? Ну, то есть, вы покупаете уже готовые продукты? Нет. Ну, вы молодцы. Хорошо. Но, опять же, если к вам придет, допустим, современная бизнес-леди, котлеты покупают, пельмени. Ну, а сейчас, слава богу, для тех, кто ведет очень активный образ жизни, чуть проще стало с едой в Европе. Вообще давно никто не готовит на кухне. Но там у них и качество еды, немножко такое. Овощи и фрукты, которые доезжают или выращиваются в вашем регионе, какого качества они есть, в помощи чего они выращиваются. Ну, у нас и мясо, и бульон, и бульон, и бульон. Ну, вот. А бульон. Опять же, настолько серьезно у нас чувствуется разница в Грузии, и вообще они не говорят, что собственность у нас все свое. А курика только так гормонами. Да? Нет. Это, знаете, есть анекдот. Почему при простуде полезно пить куриный бульончик? Это уже антибиотики. Способ приготовления. Вы с вами немножко коснулись этого вопроса. Это отварная еда, жареная, запеченная, сырая. В каком виде продукт попадает внутрь вашего организма? Сколько клетчатки доходит до вашего организма? Норма по клетчатке в день – это одна порция каши и один стакан овощного салата. Это только клетчатка. Поэтому, если мы еще к тому слайде добавим количество клетчатки, мы получим еще особую картину. И какое количество питательных веществ в конечном счете? Ваш организм усвоит из всего этого. Вот здесь самая большая загадка, потому что мы не знаем. Если здесь мы еще можем прям заморочиться и ответить на эти вопросы, или покупать только фермерские продукты без герпицидов, пестицидов, есть их максимально в сыром, допустим. То, что можно съесть сырым, мы съедаем сырым. То, что можно приготовить, мы готовим в максимально хорошем способе. Мы все равно не знаем, какое количество макро- и микроэлементов усвоится нашим организмам. Так зачем же нам нужны пищевые добавки? Потому что физически съесть все то, что нам рекомендовано, мы, к сожалению, не сможем. И мы съедаем иногда те продукты, которые нам прям не рекомендованы. Поэтому на сегодняшний день из картины современного человека, из его питания, мы приходим к тому, что в развитых странах давно пришли к выводу, что без биологически активных добавок пищи наш организм не может получить все то, что нам нужно из нашего питания. И почему же все-таки, если мы ответили на предыдущие два вопроса, зачем это нужно мне, почему мне нужны пищевые добавки, то почему на сегодняшний день мы должны выбрать wellness at airflare среди всего многообразия? Во-первых, потому что, опять же, если мы сейчас будем прорабатывать возражения на тему iHerb, вам сайт, это же просто сайт, с которым вы заказываете себе биологически активные добавки пищи. Он не дает вам сбалансированный здоровый образ жизни. Вы не получите сопровождение, вы не получите сообщество людей, которые вам помогут разобраться во всех нюансах. Вы не получите общение с людьми, которые будут с вами по одну сторону барикаду. Это очень важный аспект здорового образа жизни. Вам не помогут разобраться, в каком количестве и какие микроэлементы и витамины вам необходимы на ежедневной основе. Согласны? И здесь действительно у нас разработанная программа для каждого человека. Это, мне кажется, это очень серьезная отличительная черта и подбордость для нас, потому что, придя в компанию Арифлейн и получая wellness от Арифлейн, вы получаете очень серьезное сопровождение. Об этом вы тоже будете говорить в разрезе бизнеса. Потому что просто купить пищевые добавки на сайте, можно какие угодно, а какие нужны нашему организму. Вот что здоровому человеку нужно на ежедневной основе? Вы же лидерамины. Омега-3, астоксатин, витамины и микроэлементы. Плюс необходимое количество аминных взлогов. Все. Нужен ли нашему организму кодритинку весить? Кодритин, к примеру, нужен? Это я говорю, что я еще хотела добавить. Я почему это говорю? Что это мы не знаем. Мы не знаем. Мы не медики. Придя на сайт Ахер, вы не получите рекомендации. А что же нужно вам? Понятно? В чем разница? Наш продукт вдохновлен природой Швеции. Это такой красивый заголовок, но на самом деле тот же наш астоксатин взят со стокгольмского орхиделлаха. Омега-3. Это продукт, присущий региону Швеции. И множество витамин и элементов, и особенно все, что касается наших коктейлей, это взято из природы Швеции. Самое важное, что наш продукт разработан в медицинском клиническом центре Экиреса, разработан с Тигом Стэн. И дальше в следующем тренинге Wellness Express мы будем очень подробно об этом говорить. Но для того, чтобы не погружать ваших клиентов, пришедших на знакомство с продуктом, если им будет интересно, вы их можете потом пригласить отдельно и поговорить с ними на эту тему. Особенно если человек вступает в Wellness Club, допустим, вы можете ему рассказать об этом чуть подробнее. Но в целом, то, что обязательно проговорить на этапе сессии, этот продукт разработан не с коммерческой целью. Этот продукт был разработан для правильного образа питания изначально тяжело больных людей, и дальше этот продукт был внедрен в систему питания здоровых людей. И принес очень хороший результат. Наш продукт один из немногих на рынке, у которого есть серьезные клинические исследования. Это очень важно. Потому что если мы говорим опять же о конкурентном преимуществе, далеко не каждый наш конкурент может похвастаться клиническими испытаниями продукта. Далеко не каждый наш конкурент разрабатывал этот продукт не с целью коммерцизации. Мне кажется, мы единственные на рынке, которые разрабатывали продукт, исходя не из коммерческих целей. Итак, что же за продукты у нас есть в ней? У нас есть замечательная серия Nature of Wands. Это продукты, богатые белком, содержащие все незаменимые аминные кислоты, из которых скрывается каждая клеточка в вашем организме. Поэтому, думая о белках, мы должны понимать, какое количество блока необходимо употреблять человеку ежедневно. От 0,8 до 1 грамма на килограмм живого веса. То есть, исходя из того, сколько вы весите и какой грамм. От 0,8 до 1 грамма белка, не мяса, а чистого белка уже, на килограмм веса. Всегда же нет такой расчет, 1 грамм на килограмм, причем вы считаете, что 100 грамм на продукт, так как... Да, да. Есть целые таблицы. Если вы занимаетесь спортом, то можно чем-то. Для спортсмена, если вы строите мышцы, вот тот самый бодибилдинг, например, вы хотите рельефное тело, нужно до 2 грамма белка на килограмм. Поэтому тоже, когда... Есть ли у вас соприкосновение со спортивным питанием? Да. Приходит ли к нам спортсменам? Да. Вот им нужно 2 порции в день. Не в день, а за один прием. После тренировки так точно. И с ними сложно работать, потому что они будут явно спортивной, чтобы... На стороне. Вы всегда говорите, на стороне. Мы компания, которая не работает со спортивным питанием, как с продуктом для спорта. Наш основной контингент – это среднестатистический, относительно здоровый человек. Понимаете? Все, наверное, не совсем здорово. Кстати, говоришь, что... Ну, здесь, понимаете, можно очень серьезно говорить. Я вот, опять же, недавно столкнулась с тем, что для серьезных спортсменов должна быть особая сертификация продуктов на антидопинговые документы. Мы эти документы не получали, потому что мы изначально никогда не позиционировали себя, как спортивное питание. Наш продукт разработан для среднестатистических здоровых людей. Но это ни в коем случае не препятствует его употреблению спортсменами. Просто спортсмены говорят о том, что им нужно больше белка. Если мы говорим о качественном спортпите, о качественном, можно найти спортпит дешевый. Но он будет содержать неполноценный белок и будет, ну, скажем так, мягко говоря, не самый качественный состав. Поэтому умные спортсмены, с которыми мне довелось работать в Беларуси, у нас был беларусский локальный проект «Ловность прокачка». Мы приглашали тренеров-бодибилдеров. Когда наш тренер-бодибилдер взял их в нашу упаковку, а он сотрудничает с очень серьезной немецкой компанией спортпита, он говорит, у меня заканчивается контракт с ними, я прихожу к вам, потому что ваш продукт очень крутой. Потому что в любом спортпите содержится еще огромное количество дополнительных добавок. Там содержится меньшее количество, нам, как правило, содержится один белок, и, как правило, он неполноценный. Но он будет очень мощный и достаточно дешевый. То есть об этом мы чуть позже поговорим. Но, в принципе, наш продукт, давайте на этом так поговорим, он не рассчитан для спортивного питания. Но если спортсмен грамотный и думающий, он просто будет пить больше этого продукта. Если у нас 7 грамм белка на порцию, то спортсмену нужно будет 2 порции. Понятно? Итак, сейчас пробежимся по нашим продуктам, входящим в состав полный сток. Витамины и микроэлементы для мужчин и для женщин. В этих продуктах содержатся суточные и менее дозировки необходимых женщинам и мужчинам витаминов и микроэлементов. Это понятно? Дальше мы проговорим, опять же, если мы сейчас говорим, что мы просто знакомим человека с продуктом, не надо углубляться в том, какие конкретные количества нам содержатся. Мы просто говорим о том, что это биологически активная добавка к пище, для того, чтобы ваш организм усвоил суточные и менее дозировки микроэлементов, исходя из вашего рациона питания. То есть мы предполагаем, что вы еще достаточно хорошо должны питаться. Омега-3 – продукт, богатый ненасыщенными жирными кислотами, необходимыми нашему организму на ежедневную сторону для здоровья и сердечно-сосудистой системы. Если человеку будет интересно об этом поговорить, вы об этом можете с ним поговорить на индивидуальной сессии. Астексантин – это самый мощный на сегодняшний день известный науке антиоксидант, который поможет вам бороться с любыми негативными факторами окружающей среды. Загазованность, Wi-Fi, ультрасолнечное излучение, стресс, физические нагрузки и все то, с чем мы сталкиваемся на постоянной осмотре. И все это вместе входит в одно саше Wellness Park. Наши ученые во главе со Стивом Стэном рекомендуют на постоянной основе каждый день употреблять составляющие одного саше, в которое входят две капсулы омега, одна капсула стексантинов и одна капсула витаминов и микроэлементов. И это, в принципе, опять же, маленькая ремарка. Если мы, скажем так, соперничаем с сайтом iHerb, вы говорите, что вы там не можете себе составить картину биологически активных добавок к пище, необходимых вашему организму. Вам для этого придется идти к врачу, сдавать анализы и разбираться с тем, какие витамины в каком количестве, какие микроэлементы в каком количестве, сколько омега-3, сколько стексантинов, каких дозировок вам нужно купить на этом сайте. Понятно? У нас в волшебном пакетике есть все, что необходимо среднестатистическому относительно здоровому человеку. Притом, это взято не из головы. И здесь очень важно понимать, что каждый раз, когда он задает вопросы, мне эти вопросы очень часто задают, а у меня спинная грыжа, а у меня желчекаменная, а у меня то, а у меня сё. Со всеми заболеваниями мы отправляем к врачу. Если к вам приходит человек и говорит, что в принципе, ну да, я понимаю, что я не получаю из образа питания все необходимые в ней витамины и микроэлементы, но я не знаю, что мне нужно употреблять. У нас есть коллегия ученых, во главе которой профессор кардиотракальной медицины, которая входит в эту коллегию, еще и несколько ученых с самыми высокими научными степенями, которые разработали этот продукт для каждого человека на ежедневной основе. Точка. Понятно? Поэтому по всем вопросам, касающимся, вот, кстати, это Катя, цем охраняется, она говорит, ко мне какие вопросы, вон там стикстен, все, это он сказал, что так надо. И это на самом деле, вы знаете, может быть шуточное, но это правда. Я тоже всегда говорю о том, что я абсолютно спокойна за наш продукт, потому что его разрабатывали медики, исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Какие еще могут быть вопросы? Поэтому, когда мы говорим о соперничестве или конкуренции с сайтом iHear, мы всегда говорим, что вы там можете купить все, что угодно. А знаете ли вы, сколько нужно вам? И в каком количестве каких-то зеров? Я не знаю. Поэтому я рассчитываю, у меня, вот, как бы мы могли бы подумать, какое у меня образование. Я искусствовед. Я со своим искусствоведческим образованием, вот, понятия не имею, сколько магния должен получать мой организм. Я по этих вопросов доверяю научной коллегии в медицинском клиническом центре ИГИЛИОС. Точка. Детская серия. Опять же, если мы говорим о детях. Сколько съедает ли ваш ребенок в день 400 грамм свежего овощей? Съедает ли ваш ребенок 400 грамм еды в день? Есть дети, которые вообще едят на ходу, на бегу или не едят? Употребляет ли ваш ребенок еженедельно 300 грамм жирной рыбы? Есть ли ваш ребенок рыбу вообще? Не ест. Не ест. Да. Детям, так же, как и взрослым, необходимы биологически активные добавки к пище, потому что дети, в принципе, дальше, тоже чуть позже поговорим, в принципе, об организмах и детских, и взрослых. Но в целом, исходя из образа питания наших детей, мы не можем быть уверенными в том, что они получают все необходимые микроэлементы и витамины. И особенно омега-3. У нас есть линейка дополнительных продуктов, которые помогут вам вести здоровый образ жизни. У нас есть супы для холодных регионов, у нас есть сладкие перекусы для тех, кто не может показать себя в сладком. Но в целом, эти продукты точно так же богаты белком и незаменимыми аминокислотами, и это будут гораздо более полезные перекусы, чем те, которые мы можем встретить в наших ребенках. И, конечно же, дополнительный продукт для красоты волос и ногтей. Мы более подробно его можем разобрать дополнительно. Но в целом, если существует проблема ломких волос и хрупких ногтей, к примеру, или сезонно начинают выпадать волосы, вот этот продукт, как дополнительный элемент, должен быть вашим процентом. И в целом, у нас есть система очень простая к пониманию Wellness ABV. Так же, как и дети учат алфавит, начиная с первого буквы, точно так же мы понимаем, что нам необходима активация нашего организма. Wellness ABV. Wellness ABV содержит все необходимые витамины и микроэлементы, нужные нашему организму на ежедневной основе. Нам нужна очень серьезная база для строительства наших клеток. Это наш коктейль. Нам нужны белки. И каждый из нас отличается собственными индивидуальными потребностями. Поэтому в исполнении индивидуальных потребностей у нас отвечает вся остальная продуктовая линейка волоса от Airflame. Итак, почему нужно выбирать из всего многообразия продукты от Airflame? Потому что это шведская наука и контроль производства. Один из самых строгих контролей качества в мире, не только в Европе. Мы используем только натуральные ингредиенты. Это тоже очень важный пункт на сегодняшний день. Мы не используем никаких дополнительных химических добавок, красителей и ароматизаторов. Компания Airflame дала себе обещание никогда не использовать продукты, содержащие генномодифицированный организм. Наше производство в Германии и в Великобритании имеет самые высокие стандарты пищевого и фармацевтического производства. И, конечно, у нас самый простой и доступный и понятный способ разобраться во всем многообразии пищевых добавок благодаря Wellness ABV. Итак, почему я? Потому что тот образ жизни, который я веду, даже если я молодец и я очень сильно стараюсь, все равно не может отвечать действительно на все запросы моего организма. Почему мне нужны добавки? Потому что я абсолютно не уверена, получает ли мой организм все необходимые витамины и микроэлементы. И почему главное с этой рифлей? Потому что здесь сообщество единомышленников, здесь я получаю всю необходимую информацию о продуктах, именно здесь я получаю рекомендации по продукту, который необходим мне на ежедневной основе. Итак, здесь мы должны попробовать волос на вкус, вы должны познакомить вашего клиента с продуктом. Опять же, если сделать коктейль на воде для человека, который вообще не знаком с этим продуктом, что произойдет? Я вспоминаю свое первое знакомство с коктейлем. Это сейчас я могу в каком угодно виде его принимать. Очень часто бывает такое, что когда все понятно, все хорошо, но если коктейль не готовлен для человека, не готового к этому вкусу, то здесь могут быть нюансы. Поэтому, опять же, от белорусских лидеров лайфхак, готовить на холодном молоке, к примеру, так, чтобы была пенка, так, чтобы он был сладенький, и потом объясняешь, что-то бананчик. А тогда, может быть, густоват, не все любят. Не все любят эту густую текстуру с крахмалистым вкусом. Холодное молоко что еще? Просто холодное молоко можно. Если вы взбиваете в шейкер, это реально ключи, если теплая, то пенки не будет. Да, ложку мерную нашего коктейля в шейкер и холодное молоко до черты. И взбиваете. Получается, у вас очень пышный такой, достаточно сладкий коктейль. То есть человеку, мы говорим не о лидерах, которые уже по 10 лет пьют коктейли и знают его во всех агрегатных состояниях. Мы говорим о людях, которые никогда его не пробовали. Поэтому здесь нужно быть максимально... А? На первый раз вкус какой у вас? Классика маркетинга – это клубника. Классика маркетинга. Знакомим человека со вкусом. Объясняем, что этот продукт поможет вам внедрить правильные перекусы в ваш режим питания. Этот продукт удобно брать с собой. Удобно возить в машине. Или просто держать, допустим, в сумочке готовый шейкер. И если у вас нет доступа к молоку, сделать его на воде. Но вы будете уверены в том, что ваш организм не получил, допустим, сахар из чашки кофе с печеньем. Но при этом получил необходимые макроэлементы. И у нас есть замечательный был тест. Очень классный тест, очень простой. И при этом приносящий очень хорошие результаты. Любой человек, отвечая на вопросы этого теста, так или иначе придет к выводу, что и образ жизни, и образ питания не соответствуют всем необходимым нормам. Пока ваши клиенты пробуют коктейль и отвечают на вопросы, вы дополнительно им обязательно проговариваете, что у нас здесь в компании Арифлейн очень серьезное сообщество, очень классное сопровождение. Я громкая, могу говорить очень громко. Здесь вы получите необходимый уровень активности. Потому что здесь, мне кажется, все позитивные, активные, адекватные уже давно в Арифлейн. Нам осталось найти тех, кто по той стороне. Здесь вы получите удовольствие от общения. Здесь вы получите обучение, что немаловажно. Мы чуть дальше поговорим о клиентах современных. И здесь вы найдете новых друзей. Это тоже очень важно. Ну и, конечно же, мы не забываем проговорить о том, что если вам понравится в нашем сообществе, вы сможете еще дополнительно на этом зарабатывать. У нас есть очень крутые конференции. У нас есть возможность дополнительного заработка. А с wellness это делать проще всего. И об этом мы тоже с вами можем поговорить. В принципе, попробовав вкус и собрав ответы на wellness-тест, дальше вы должны перейти к индивидуальной встрече, как и в сессии на рейдж. Вы оставляете ваших помощников из вашей команды, скажем так, тусовать в вашей аудитории, и по одному приглашаете на дополнительные беседы, где вы разбираете wellness-тест и проговариваете все нюансы. Понятно? Дальше про заключение сделки мы будем говорить уже в разрезе следующего времени. На этом wellness-сессия заканчивается. Давайте проговорим, понятно ли вам все, что касается wellness-сессии. Спасибо.